Добрый день! Сегодня на портале Экзегет мы с вами поговорим об, наверное, одном из самых загадочных и интересных сооружений в истории человечества о Иерусалимском храме, заветном храме, который известен как храм Соломона и как храм, перестроенный Иродом, а до этого Зарававелем после Вавилонского плена. Храм, который был известен как местом встречи человека с Богом, с одной стороны, так и с другой стороны, местом, которое Господь назвал вертипом разбойников и храм этот очищал от того, что там происходило, потому что храм, который должен был встретить Господа и построен именно для этого, в итоге стал местом, в котором было фактически совершено отречение от Господа Иисуса Христа. Мы начнем рассматривать эту историю вот с того состояния храмовой горы и места храма, которое есть сейчас. История эта непростая, она мифологизирована во многом. Те сооружения, которые сейчас находятся на храмовой горе, трудно исследовать, с одной стороны, потому что храмовая гора сейчас принадлежит мусульманской общине Иерусалима. Какие-то археологические раскопки официальные там запрещены. Более того, там производится иногда, скажем так, тайна этой же исламской общины свои исследования, которые не попадают в общедоступные источники, поэтому приходится пользоваться какими-то косвенными свидетельствами. С другой стороны, несомненный интерес, который вызывает у исследователей храмовая гора, вот за время, когда она хотя бы как-то за 19-20 веке была доступна для исследования, все-таки получила, ну, какое-то научное историческое обоснование. Вот, если вы подниметесь на храмовую гору, а периодически она открывается, она доступна для паломников, первое, что вы видите, надпись, ортодоксальный равенат Израиль напоминает, великая святыня, гора, недоступна для посещения евреев современных, почему? Потому что сейчас не приносится очистительная жертва, красные телицы, то есть евреи не должны туда ходить наверх, вот, как ни странно, паломники-христиане или паломники-мусульмане входят туда спокойно, а евреи нынешние не посещают, хотя и были в новейшей истории несколько случаев, вот, когда туда поднимались, но всегда это сопровождалось очень большим скандалом. Ну, тем более, раскопки там невозможны, почему? Потому что комплекс этот для мусульман является великой святыней, вот, говорится, ну, следующей после Мекки Мединова. Почему? Потому что это связано с рядом мусульманских преданий. Еще таинственная история связана и с рыцами-тамплиерами или храмовниками, само имя которых происходит от французского произношения «тампль-храм». Почему? Потому что они располагались именно на храмовой горе. Есть масса всяких фантастических историй о связи тамплиеров с первыми строителями храма Соломона. Отчасти они сами проводили такие параллели с более поздними масонскими ложами и орденами. Вот, это часть мифологии масонов, которые, на самом деле, не имея ни малейшего отношения к тамплиерам, тем не менее, пытались одревнить свою историю, возводя хотя бы к ним свои тайные знания. Вот, эта мифология не имеет отношения, конечно, к исторической действительности, но, тем не менее, популярна и повторяется иногда и на православных ресурсах. Ну, а что же было на самом деле? Если мы поднимемся на храмовую гору сейчас, мы увидим два больших культовых сооружения. Первое – это мечеть с золотым куполом. Ее так иногда называют мечеть золотого купола. В популярных туристических книгах, брошюрах, иногда и среди не очень грамотных гидов, вы можете услышать, что эта мечеть называется мечеть Амара. Ее называют иногда мечеть Аль-Акса, перепутав как раз все древнейшие основные мечети в Иерусалиме. Значит, название мечети купола – Кубат Ас-Сахра, или Купол Скалы. Вот, допустим, в английских это будет источник Дома Лавровок. Это правильное название, потому что это сооружение возведено предполагаемым местом святого святых Иерусалимского храма. Ковчег Завета располагался когда-то на верхушке горы Мариа. Вот прямо на скальном основании, на нерукотворенном основании, потому что представлялось, что Ковчег есть подножие престола Господня. После разрушения Иерусалимского храма войсками императора Тита, будущего императора Тита, тогда полководца, в 70-м году скальное основание оставалось открытым какое-то время, и история его довольно непростая. Но вот сейчас мы видим, что прямо над ним сожжен вот этот золотой купол. Гораздо более скромный серый купол возвышается над мечетью, которую как раз правильно называть Аль-Акса, или в переводе удаленная мечеть, иногда мечеть края переводит. Она действительно находится на южном краю нынешней храмовой платформы. Что вот это за два таинственных архитектурных сооружения, которые сейчас выполняют функцию мечети. Ну вот про мечеть Аль-Акса говорят, что это место вознесения Мохаммеда, когда он был во время своего ночного введения восхищен в небесные чертоги и видел, как устроен рай. Ну, на самом деле, исторические подтверждения того, что Мохаммед действительно был в Иерусалиме во время своей жизни у нас нету, но в исламское предание, тем не менее, это вошло. И вот это место как раз мечеть и края так и Багазутое поясняет. После того, как в VII веке войска Амара, халифа Амара захватили Иерусалим, на самом деле Иерусалим был в руинах практически после недавнего персидского нашествия и защищать его было крайне трудно, патриарх Сафроний Иерусалимский предпочитает без осады сдать лично Амару город, чтобы избежать гибели местных жителей. И вот действительно по указу Амара многие древнейшие как раз религиозные сооружения ислама возводятся в самом Иерусалиме. Здесь находилась какая-то первоначальная мечеть, очень маленькая, от нее, наверное, осталось, может быть, вот это мы можем предполагать, небольшое сооружение внутри нынешней крупной мечети. Если мы подойдем к фасаду этой мечети, а также посмотрим на фотографии, туда немусульман не пускают, ну, здесь достаточно большое количество опубликованных фотографий внутреннего интерьера, мы с вами видим типичную раннеготическую архитектуру, которая, несомненно, принадлежит крестоносцам. Вот это сооружение как раз и связано с историей Ордена Тамплиеров. В своем труде Вильгелим Архиепископ Тирский, канцлер Иерусалимского королевства и один из, на самом деле, крупнейших средневековых историй, описывает процесс создания Ордена Тамплиеров таким образом. Несколько благородных рыцарей, людей истинно верующих, богобоязненных, выжили желание жить в строгости и послушании, навсегда отказаться от своих владений и, предав себя в руки Верховного Владыки Церкви, ну, то есть Иерусалимского Папы, стать членом монашеского ордена. Среди них первыми и наиболее знаменитыми были Гуго де Пейн и Готфруа де Сен-Амер. Вот этот вот Гуго де Пейн был бедным дворянином, искренне желавшим послужить Господу именно как рыцарь и был участником первого крестового похода. И вот у Иерусалима архиепископа Тирского сказано, поскольку у братства не было пока ни своего храма, ни жилища, король предоставил им временное убежище у себя во дворце, построенном на южном склоне храмовой горы. Каноники, стоявшего там храма на определенных условиях, уступили часть обнесенного стеной двора для нужного ордена. И более того, король Иерусалимский Болдин I, его приближенный и патриарх со своим прилатами, сразу обеспечили ордену поддержку, выделив ему некоторые из своих земельных владений. Благодаря чему орден получил средство существования. Вот этот орден тамплиеров размещался как раз здесь, на юге храмовой горы. В то время Иерусалим был уже, конечно, много раз перестроен. И в эпоху аммиядов, новых властителей Иерусалима, с южной стороны располагались дворцы, достаточно большие. Поэтому неправильно говорят, указывая на мечеть Алякс, что когда-то здесь, на этом месте, был дворец Иерусалимского короля. Нет, видимо, он был как раз ниже под склоном, под южной стеной. Там же, где вот эти дворцы аммиядов располагались, наверное, был перестроен до какой-то степени, мы точно не знаем, поскольку там верхняя часть сооружения практически разрушена. Был перестроен под дворец нового владыки Иерусалима, Иерусалимского короля франкского Болдына. А вот там, на верхушке храмовой горы, с южной стороны, была построена вот эта вот базилика. И то, что сейчас называется мечетью Алякса, совершенно точно выстроено тут крупное сооружение крестоносцами, как раз непосредственно. Там находился центр ордена, их главный храм, там же они размещались. И там проводили свои собрания, и там служили литургию. У ордена тамплиеров интересная история. Начинался он как орден бедных людей. Даже вот первая печать этого ордена, герб, это два рыцаря, сидящих на одном коне. Это, как правило, восходит к раннему этапу существования ордена, к объяснению того, что вот настолько были бедными Гуго-де-Пейн и Готфра-де-Сент-Амэр, что у них была одна лошадь на двоих. И они были вынуждены вот таким вот образом перемещаться. Хотя в дальнейшем орден разбогател за счет пожертвований. Главная цель его была следующая. То есть члены ордена лично должны были не иметь никаких имений, быть абсолютно не существующими. А основная задача их записана все время в статусе ордена, который писал лично его покровитель Бернард Клервозский, защищать и охранять идущих в Иерусалим баломников от нападений воров и бандитов, ну и защищать в целом христианскую веру и святые места. Тамплиер – это второй после госпитальеров организованный орден. И он быстро прославился благодаря доблести на самом деле и искреннему служению своих членов. Характерный крест Тамплиеров – красный на белом фоне. Это то, что отличало их от всех других рыцарей. И в статусе ордена предписывалось носить именно такую одежду. Орден этот был чрезвычайно влиятельный и богат. Почему? Потому что он покровительствовал не только паломникам, но, как правило, в силу честности рыцарям ордена доверяли большие суммы, защиту судов, сопровождение торговых караванов. В одно время французский король хранил даже свою казну в избежании проблем непосредственно в Тампле. А так был назван по как раз образцу Иерусалимского храма Тампль, главный замок с храмом ордена Тамплиеров во Франции. И они занимались тем, чем и должны были заниматься к эстоносу. С одной стороны, с другой стороны, богатство ордена послужило и к их падению. После того, как французский монарх Филипп Красивый, очень много задолжавший ордену желал и от долгов избавиться, и прибрать их сокровища к себе. Довольно известная история. На рыцаре ордена было возведено неправедное обвинение. Их в чем только не обвиняли. В отречении от Христа, в сатанизме, в похоронении Бафомету. На самом деле, никакими историческими документами это не подтверждается. Все эти показания, которые были даны у некоторых из членов ордена, были вырваны под пытками. А остальные хранили благоразумное молчание. Несмотря на то, что находились в заключении. Главная часть ордена была разгромлена. Казна перешла французской короне. Постепенно в Германии и в Британии отделения ордена также были разгромлены. Единственное, где это? В Испании отчасти, особенно в Португалии. Португальское представительство ордена ждало иная судьба. Король португальский поступил с ними совершенно по-другому. Он реорганизовал орден, назвав его орденом Иисуса Христа. И этот орден древнейший, орден под руководством португальского короля, просуществовал очень долго. Мы помним, как португальские корабли отправлялись в путешествие для открытия нового света под белыми парусами с красным крестом. Так это как раз знак этого самого ордена Иисуса Христа. Открытие новых земель, новых территорий рассматривалось как продолжение крестовых походов, а во многом как поиск нового пути с востока на Иерусалим. В частности, у вас Кадагама, когда плыл, он пытался открыть обходной путь с востока, полмира пройдя. С одной стороны, с другой стороны, в процессе этих походов в путешествие подразумевалось, что дикие варварские народы должны быть просвещены светом Христовой истины. Если мы вернемся в Иерусалим, то вот этот храм темплиеров, после того, как мечеть был превращен в мечеть, продолжил свое существование в том виде, каким он дошел даже до сего дня. Эта базилика вместительная, в ней считается, что порядка 5000 человек может одновременно молиться. Очевидно, когда-то это использовалось паломниками во времена католического латинского королевства Иерусалима, но сейчас используется для пятничных собраний мусульман очень часто. Под ним находится вход вглубь храмовой платформы, куда, к сожалению, современных паломников не пускают. Однако есть изображения, даже сохранившиеся с XIX века, и некоторые фотографии, что там. Сложная система аркатур, вот посмотрите, пожалуйста, которую темплиеры прозвали конюшнями Соломона, на самом деле не имеет никакого отношения к Соломону. Но они все к Соломону возводили. Эта система арок и укреплений поддерживала край, южную часть храмовой платформы как раз во времена Ирода, вот того самого Ирода, который хотел погубить Господа Иисуса Христа. Ирод, начав в 1922 году примерно до Рождества Христова, украшение и перестройку храма значительно расширил храмовую платформу, увеличив ее в два раза примерно. Она колоссальна на самом деле сейчас, порядка 20 футбольных полей, чтобы представили себе по площади. Вот в этой южной части, на которой располагается Аль-Акса, стоял царский портик или царская стоя. Огромная трехнефтная базилика. И вот под нее, в первую очередь, это вот расширение было сделано. Если бы вот это вот сооружение стояло просто на каменном основании, оно было бы слишком тяжелым. Миллион тонн породы просто бы сползли под своей тяжестью. Поэтому была использована крайне интересная система, которая применялась тогда только в наиболее, скажем так, с точки зрения инженерной, архитектурной, продвинутых провинциях Римской империи. Аналогичную структуру по масштабам я видел, наверное, только в одном месте. Это в Пергаме, причем это несколько позже, это во втором столетии. Вот основание огромной тоже культовой платформы, там, где знаменитый Пергамский алтарь находился, и вот чуть повыше комплекс Трояниум, как раз построенный в честь императора Трояна. Вот посмотрите на фотографии, на самом деле очень похоже по своему устройству. Они не использовались как раз в качестве каких-то помещений. Вот эти вот аркадные галереи во времена Ирода, они были засыпаны, на самом деле, щебенкой там или еще чем-то. Они должны были переспределять просто вот нагружку, соответственно, давление сверху, вот эти вот арки замыкали. И поэтому получилась такая достаточно устойчивая конструкция. А вот во времена крестоносцев их расчистили, они сами по себе, в общем-то, неплохо стояли и держали храмовую платформу. И использовали для помещений, в частности, для коней. То есть, считается, что на храмовую платформу, разумеется, коней не водили, но где-то нужно было боевую конницу держать, ее вот там вот крестоносцы непосредственно и держали. Ну, а что же с куполом скалы? Это сооружение не менее таинственное и загадочное по своей истории и по своему происхождению. Еще раз повторяю, не путайте, пожалуйста, купол скалы или куба Тасахра с мечетью Амара. Мечеть Амара – это, на самом деле, маленькая мечеть, расположенная около храма Гроба Господня. История доносит нам, что патриарх Сафроний, это известный по рассказам христианских жителей Иерусалима и по исламским источникам, встретил Амара и показал ему храма Гроба Господня. Вот, у них прошел некоторый даже богословский диспут в это время. На самом деле, очень долго потом в силу, скажем так, источников и происхождений и происхождение христиане, христианские богословы рассматривали ислам как один из просто видов христианской ереси. В частности, у преподобного Анна Дамаскина в его точном изложении православной веры есть первая часть о стае ереси вкратце. Вот как раз одна из ересей – это ислам. Перечисляется, потому что в нем фактически отрицается божество Господа Иисуса Христа. И Иисус есть просто пророк, Иса. Вот, поэтому, как некоторые отголосы корианской, нестарианской ереси, а также дагетических воззрений на Христа, ислам первоначально и рассматривали. Вот. Патриарх Сафроним предложил Амару помолиться, поклониться гробнице Господа Иисуса Христа, но он сказал, если я помолюсь здесь, немедленно мои последователи превратят это место в мечеть, поэтому я помолюсь рядом. То есть, он сделал такой благородный жест. В общем-то, действительно вышел, помолился рядом, и если вот мы подойдем к храму гроба Господня, ставим перед его фасадом, то в соседнем дворе как раз и обнаружим вот эту вот мечеть, на том месте, построенную, где Амар помолился. Собственно, мечеть, которую повелел халиф Амар построить, это вот небольшое сооружение на месте Аль-Акса, там где-то с краю, как раз с южного края храмовой платформы. Купол скалы считается, что был построен в VII веке, и строительство мечети завершено в 691 году, как об этом свидетельствуют исламские источники, по повелению амияцкого халифа Абдальмалика. Однако завершение строительства – это еще не само строительство. Многие исследователи отмечают, что мечеть, вот этот вот купол скалы, ну, совершенно не похожа на традиционные исламские какие-то вот пультовые объекты. На мечеть-то не похоже. Восьмигранник в основе, внутри ротонда. На что же похоже вот это вот замечательное, очень искусное по архитектуре сооружение? Обратим внимание, что у арабов, пришедших из пустыни, нет хоть сколько-либо серьезных архитектурных сооружений совсем. В VII веке обычно указывают только на это. А похож вот этот вот восьмигранный объект на христианские мартириумы. На самом деле, в VII веке, в начале VII века, в Иерусалиме и в Палестине существовало несколько такого типа храмов. Один располагался напротив, на Елеонской горе, в пределах прямой видимости. К сожалению, этот храм сейчас разрушен, но от него сохранилось основание. Еще один такой же храм находился на горе Горизим, построенный на месте самаритянского святилища. Еще один нам известен из Кисарии Приморской, Кисарии Баритима. И он выполнял роль главного собора, соборного храма в Кисарии. То есть, только в Палестине несколько таких крупнозначительных объектов строятся в конце VI-VII веке. Они и в целом по всей Римской империи встречаются. Из тех, где я был, я сходу вспоминаю, например, Мартириум в Иераполисе, построенный над мощами на местном захоронении, мученичество апостола Филиппа. На самом деле, довольно много. Интересно, что из всех этих объектов единственный сохранившийся более или менее первозданный форме, то есть никогда не бывший разрушенным, находится совершенно на другом конце христианского мира. А именно, в Аахине, столице императора Священной Римской империи, германской нации Карла, была построена вот такая вот императорская часовня. Там знаменитый трон внутри. И там долгое время возводились после Карла уже на трон императоры. Заменитый, например, Барбаросса. И вот эта часовня в Аахине сейчас частично, посмотрите, она входит в более поздний готический комплекс. Практически один в один по внутреннему устройству совпадает с этой вот мечетью купола скалы. Почему в Аахине Карл велит строить такую часовню императорскую? Потому что она полностью соответствует традиции вот этих вот поздних имперских культовых сооружений. Он воспринимается им, совершенно справедливо воспринимается, как типичная имперская архитектура. Строителями этого храма, очевидно, были греки. Есть предположение, на самом деле, что еще до исламского нашествия храм уже был на этом месте. На основании письменных источников мы не можем это доказать, у нас нет свидетельств источников. Потом в 614 году, когда Иерусалим подвергся тотальному разрушению, возможно, и храм этот был разрушен. Мы можем только предполагать. А может быть, начинал только свое существование. Строился и был достроен уже в VII веке после исламского нашествия. Во всяком случае, мы видим явные черты вот этой вот имперской, восточно-римской архитектуры, которые, несмотря на изменения внешности, некоторые, то есть сейчас этот объект облицован плитой с лазурью, значит, купол позолочен. Он не был таким еще недавно. Кстати говоря, это вот довольно свежая позолота такая, 20 века. Вот. Тем не менее, он был построен именно над скалой, на которой располагался Ковчег Завета. В Иерусалиме сейчас очень несправедливо надо рассказывать, что вот в византийское время там все было разрушено на храмовой горе, и там была чуть ли не помойка, так сказать. Действительно, в Евангелии Господь говорит про мерзость запустения, находящуюся там, где не должен, стоящую там, где не должен. Речь идет об Иерусалимском храме, но ведь речь шла о храме во времена новозаветные, когда только внешне, формально, исполняя закон Моисеев и совершая жертву, принося жертвы Господу, евреи того времени сердцем своем далеко отстояли от Господа. Почему и сам Господь был там не принят, и если приходил в храм, то большей частью скрытно, а потом именно там искали его схватить и погубить. Мерзость запустения на самом деле создают люди. После того, как Иерусалим становится христианским в 4 веке, скорее всего, храмовая скала вызывает интерес у христиан, они все равно приходят, смотрят, и в какой-то момент, возможно, там и возводится вот такой вот храм-часовня своего рода, такой вот культовый объект, который бы отмечал значение, прежнее значение этого храма. Ну, это мы с вами, исходя из архитектуры и истории, опять же, искусственно свидетельств, можем предполагать, к сожалению, письменного свидетельства, повторю, у нас нет. Что можно видеть внутри этой мечети купола скалы? Туда христиан, к сожалению, не пускают, зайти туда невозможно. Ну, есть достаточно большое количество фотографий, в том числе и из-под самого купола. Вот посмотрите. Значит, видно, что эта скала имеет большое количество неровностей. Схема ее вот такая вот, да, и, значит, там, очевидно, какие-то части вырезались, срезались, но и среди углублений на этой скале есть одно, которое по размеру точно соответствует размеру ковчега Завета. Вот это загадочное место. Один из исследователей Иерусалима, которому удалось побывать там, Линрид Мейер, посчитал местом, на котором стоял ковчег еще во времена Соломон. Дело в том, что в 67-м году, после Шестидневной войны, ну, была некоторая возможность, когда там практически арабы утратили контроль над Храмовой горой, была возможность сделать замеры, исследования, и вот, собственно, все исследования относятся к этому году последнего времени. Действительно, довольно точные были замеры, поэтому полденесколько книг опубликованы из статей. Вот, в частности, ему удалось очень точнее вот это вот углубление померить. Это очень интересно. Почему? Потому что, ну, во-первых, мы можем только, скажем так, предполагать, как ковчег Завета размещался. Вот здесь все-таки есть, ну, некоторая такая вот точка, за которую можно зацепиться. В глубине под этой скалой есть некоторые пещеры, действительно, туда есть вход. На некоторых фотографиях видны лестницы, то есть сейчас и туда можно опуститься. Сейчас, вот, предполагаю, что там находилось какое-то место для молитв. В времена крестоносцев действительно вот это вот в XII веке мечеть это использовалось как храм. Мы точно знаем, об этом сохранили исторические свидетельства. Доминиканцы там размещались, ну, и темплиеры тоже периодически приходили туда помолиться. Леонид Кмейер предполагает, что вот эти вот неровности на поверхности, то есть видно, что там что-то было стесано, возможно, остатки от того, что поверхность была облицована, облицована и выложена мраморными плитами, и там вполне вероятно находился христианский алтарь, на котором совершалась месса. Сохранился даже такая вот деревянная подставка, то есть своего рода пепитр, которая и сейчас перекочевала в мусульманскую мечеть, на ней сейчас читают Коран. Вот от тех самых времен, то есть там больше 800 лет есть у нас такой интересный артефакт. Вот. Вполне возможно, что вот это вот определение углубления, соответствующего Редмиером, справедливо. Мы действительно видим подлинный фрагмент поверхности святого святых Иерусалимского храма. Правда, есть несколько альтернативных точек зрения на размещение храма. Почему? Потому что есть некоторый расчет, в какую сторону он мог быть развернут относительно нынешней границы храмовой платформы. Во времена царя Соломона храмовой платформы не существовало. Храм просто был на вершине скалы. Вот центральная часть платформы, хорошо видно на схеме, была построена в эллинистический период в эпоху Хасманеев. Иер этого же вот эту Хасманеевскую платформу увеличивал. Вокруг всей храмовой горы, сейчас мы пройдемся в Иерусалим и пройдемся, мы увидим достаточно характерную облицовку. Есть несколько швов таких. С одной стороны здесь на изображении справа это камни обработанные в эллинистический период в эпоху Хасманеев, дальше идет шов и слева хорошо видна обработка уже более тщательная и аккуратная сделанная в конце первого века до Рождества Христова в эпоху Ирода. Вот эти вот огромные камни гладко оттесанные, очень неплохо сохранились и они считаются таким достаточно характерным признаком как раз иродианской архитектуры. Вот та самая знаменитая западная стена или стена плача к отеле по-еврейски она как раз сложена вот этими самыми большими камнями в том числе в туннелях вот около западной стены находится самый большой из обнаруженных по крайней мере на данный момент камней он совершенно колоссальный даже вроде бы непонятно как вообще люди могли такие циклопические камни двигать тем не менее вполне себе существовали технологии которые позволяли в римское время строить вот такие большие сооружения вот посмотрите на изображении и также на модели подъемный кран тех времен с помощью блоков и такого большого колеса он позволял группе людей без применения парового двигателя или электрического двигателя тем не менее поднимать и сдвигать такого рода блоки на самом деле у нас есть скажем так свидетельство от самих этих камней как их передвигали в одном месте остался как сказать камень который положили но вот эти вот рукоятки за которые поднимали остались нестесанными и вот они до сих пор торчат вот здесь на изображении очень хорошо видно вот эти крепления для перенесения каменных блоков и использовали для того чтобы поднимать цеплять вот такие вот большие сооружения камни из которых ставились такие сооружения пригнанные камни между собой очень хорошо практически идеально вот если вы подойдете поближе к месту которое не подверглось эрозии не настолько плотно пригнанные туда буквально лист бумаги воткнуть между ними невозможно они не держатся никаким раствором ни раствор любой бы не удержал это они просто за счет подгонки и аккуратного выпиливания скажем так из скалы и пришлифовки положены очень аккуратно друг на друга так что под собственным весом скрепляют друг друга есть небольшой наклон то есть он очевидно из точного инженерного расчета был сделан и в общем-то основание очень прочно лежит несмотря на случающиеся периодические землетрясения от которых даже вот эти вот мечети страдали в частности алякса была когда-то разрушена тем не менее платформа стоит очень проще с другой стороны мы видим остатки разного рода лестниц с помощью которого можно когда-то было подняться на платформу это тоже оставшиеся свидетельства длинной истории храма есть на юго-западном углу остаток арки он называется фрагмент арки Робинсона почему так называется в начале девятнадцатого века протестантский пастор библеист Робинсон исследовал святые места Палестины и в частности предположил верно предположил что это остатки лестницы по которой поднимались на храмовую гору после того как уже в двадцатом веке после шестьдесят седьмого года южный и западный угол храмовой горы были расчистены они принадлежат сейчас евреям это еврейский квартал стали стала видна опора на которую эта арка опиралась непосредственно и стало понятно что этот угол храмовой платформы был как раз природе возведен и вот эта вот лестница вела непосредственно в царскую стою вот эту большую трехнефтную базилику на углу находилось очень интересное место оно как выяснилось было отмечено специальной надписью вот после разрушения храма в семьдесятом году надпись эта была вместе с другими камнями повержена вниз и прямо там на этом месте она лежала на ней очень четко резцом вырезана посмотрите здесь видно можно прочитать и перевести на русский язык как место трубления то есть там должен был располагаться левит который трубил в шафар специальный рог возвещать праздники новомесяча начало нового года и так далее на реконструкции это место выглядит таким вот образом вот это то самое крыло храма на которое видимо дьявол и поставил спаситель искушая его бросив вниз обычно когда читают вот это вот место ну кажется что непосредственно само храмово сооружение а как господь мог там оказаться да и зачем под крылом храма подразумевается вот этот самый угол высота сооружение в этом месте было огромной мы можем себе предполагать точно не знаем размеры но оно было ну меньше там 65 метров внизу находилась очень оживленная улица и площадь дальше вдоль храмовой платформы как сейчас вот понятно шли многочисленные лавки где располагались миновщики денег располагались те кто значит мог продавать жертвенных голубей животных то есть там постоянно находилось огромное количество народа и именно с этого места как раз и можно было продемонстрировать свое чудо поразив воображение всех людей которые проходили бы в это время мимо или стремлясь подняться на храмовую платформу к храму или придя для покупки жертвенных животных во всяком случае там внизу находились те самые столы торгующих вот если мы посмотрим дальше пройдем вдоль южной стены то у нас будут видны двое сохранившихся ворот так называемые двойные и тройные ворота это вход на храмовую платформу которым как раз пользовалось большинство народа и которым пользовался сам Господь Иисус Христос и апостолы когда-то эти две лестницы были наружными а после того как Ирод пристроил вот эту большую часть платформы то есть они оказались спрятанными в толщу камня под стоей и выход из них открывался непосредственно на саму храмовую платформу все думаю помнят эпизод когда Господь изгоняет торгующих из храма дело в том что все торгующие и весь шум должен был быть вот здесь вдоль южного и западного угла они должны были подниматься наверх на саму платформу но желая привлечь внимание молящихся паломников и так далее видимо и вдоль лестницы уже оккупировали торгующие место и поднимались даже наверх туда где должна была быть абсолютная тишина где никто не должен был молиться и там продолжили свой базар свой бизнес свою миновую торговлю кто такие миновщики это людям которым храм ветхозаветный сам отдавал обмен на откуп дело в том что внести пожертвования в храм можно было только с помощью священного сикля сикль это греческое произношение еврейского слова шекель священный шекель вот посмотрите как он выглядит с двух сторон нам известно достаточно большое количество экземпляров это на самом деле тирский полушекель который печатался когда-то в городе тире и вот в эпоху после пленную в эпоху эллинистическую как раз это была общая серебряная монета валюта такая которая была здесь в северопалестине в ходу тир в дальнейшем был лишен самостоятельности и права печатать эту серебряную монету а священники иудейского храма решили использовать ее исключительно только как храмовую в итоге она вышла из общего оборота огромный запас этих монет были аккумулированы в храме и подавать подать можно было только им и если ты хочешь как говорится эту монету приобрести ты должен был прийти к пиновщику и поменять ее курс на нее был завышен в три а то в четыре раза то есть даже на вот этом отобменном курсе для того чтобы приобрести этот священный шекель уже совершенно невероятный ветхозаветный храм наживался вот обратите внимание кстати говоря что называется этим самым священным сиклем это конечно поразительно на одной стороне вот это распространенный эллинистический имперский символ орла он потом и в Римской империи будет встречаться а с другой стороны голова какого-то молодого человека этот молодой человек не Геракл и не Александр Македонский как можно было бы подумать в эллинистический период или еще кто-то из правителей это голова тирского божества Мелькарта через которого был построен еллинистический храм он отождествлялся как раз Ваалом как правило представьте себе в ветхозаветном храме подать подавалось монетой с головой Мелькарта еллинистического божества равного мифологии Ваалу вот такие печальные парадоксы ветхозаветного храма того времени нам теперь довольно хорошо с вами известны по археологическим данным вернемся к этим лестницам лестницы эти мы использовали довольно долго уже после разрушения храма довольно долго почему потому что они в истертом виде дошли до нас сохранилось несколько подлинных ступенек по которым действительно совершенно точно проходил господь и апостол вот здесь на фотографии они видны многие из тех кто приходит в Иерусалим не знают об этом но вот этими воротами господь входил ворота типичную архитектуру иродианских времен такую двойную сохранились фризы этих ворот потом стена это была разрушена неоднократно перекладывалась и рядом с воротами даже находится интереснейший камень на котором надпись с именем императора Адриана он перевернут то есть находится во вторичном положении вот в одну из бесконечных перестроек храмовой платформы и стены вот этот камень оказался наверху и соседствует рядом с камнями иродианской эпохи и вот здесь как раз около лестницы очень хорошо видно о чем господь говорил апостолам камня на камне не останется вот камень только первый ряд идет этих камней а второго камня тех самых времен сверху уже нет апостолы когда-то восхищались этой великолепной архитектурой понятно они были скромными жителями Галилеи бедными рыбаками и придя в новый вновь построенный на самом деле храмовый комплекс Иерусалима они не могли не впечатлиться всем тем что видели они то что происходило но господь сказал им в ответ на их слова учитель посмотри какие камни какие здания камня на камне здесь не останется так и произошло храм ветхозаветный который должен был бы местом встречи господа с людьми был разрушен остались только фрагменты этого храма мы можем реконструировать примерно по описаниям сохранившимся вот этот храм то есть где у нас сохранились описания в таких интересных источниках как Иосиф Флавий описывается Флавий хотя бы был в этом храме есть более позднее талмудическое описание есть храмовый свиток но в них дается несколько идеализированное описание люди которые составляли эти тексты самого храма не видели но тем не менее по комплексу данных произведена на данный момент достаточно серьезная реконструкция и модель как храм выглядел мы считаем это заветный храм по-прежнему вторым храмом почему потому что первый храм Соломона был разрушен в 586 году войсками Новуха Доносора после указа Кира и разрешения иудеям вернуться из плена под руководством Зарававеля потом Неемии и Ездры восстанавливается храм заново в нем начинают приноситься жертвы то есть вперед в Вилонском плен это вперед когда жертвы в храме не приносились а во время перестроя Кироды которые начаты были как я говорил в 22 году жертвоприношение не прекращалось поэтому мы считаем все это время за единый второй храм Ирод очень сильно изменил его внешне фасад был в два раза преувеличен он стал совершенно колоссальным то есть если фасад храма Соломона это был размером с пятиэтажный дом то здесь фасад стал ну как допустим современный там даже не 10 а 12 этажный дом учитывая верхнее оформление архитраф то есть для древности это колоссальное сооружение надо сказать он был облицован белым камнем белым мрамором Иосиф Лавий говорит и другие источники когда солнце падало на этот храм на него было невозможно смотреть он буквально ослеплял глаза солнечным отражением солнечного света наверное так оно и было внутри храм был устроен таким образом давайте посмотрим на схему слева действительно видна царская стоя это большой портик с трех других сторон он окружен также портиками нам известно как выглядели колонны этого портика потому что они делались из местного материала и около нашего троицкого подворья около троицкого храма русского в Иерусалиме была найдена колонна оставшаяся на месте вот как раз соответствующая тем самым колоннам она треснула в момент вытачивания поэтому ее просто бросили вот можно оценить огромный размер этих далеко еще не самых больших колонн вот этот портик или у нас в нашем тексте притвором Соломоновым да собственно где где ходил Господь проповедовал да и куда уже после воскресения Христова приходили апостолы Петр Яков Иоанн и апостол Павел потом да для того чтобы молиться вести беседы и обращать верующих иудеев ко Господу Иисусу Христу значит внутренняя часть храма на реконструкции это хорошо видно разделяется на следующие части вот первая часть это был двор который еще называется двором женщин в этот двор действительно женщины допускались там находилось несколько сооружений по описанию то есть хранились запасы дров и масла дрова нужны были для поддержания огня на жертвеннике да масло для светильников семисвечников и для прочих нужд храма и там же находились помещения в которых жили давшие Господу обед на зари в том числе вот помните замечательных персонажей которые упоминаются в чтениях на праздник Сретения Семен Богупримец Анна Прочица вот эти вот уже пожилые глубоко люди Анна Прочица сказано постом и молитвой не отходя от храма служила Господа день и ночь должна была жить где-то здесь то есть это некоторый прообраз такого знаете древнего монастыря туда же вот в эти помещения селили и юных девушек которые отдавали на воспитание в храм и Пресвятая Богородица когда была приведена в храм именно там находилась там жила и молилась и соответственно ее учили какому-то там домашнему делу рукоделью ну и детям этим с детства читали закон Божий учили читать в дальнейшем непосредственно закон Моисеев и разумеется его исполнять вот эта часть храмового двора была отделена воротами вот они на реконструкции эти вороты называются воротами Неканоора еще в честь человека пожертвовавшего деньги построившего за свой счет вот эти ворота дальше вход женщинам был запрещен и празелитам тоже запрещен то есть празелиты обращенные не могли входить во двор храма вместе с мужчинами кстати говоря обратите внимание на каком удалении от храма находится царская стоя Ирод был очень суеверен он происходил из недавно обращенных в иудаизм и думеев жители и дома только в временах османеев они были обращены поэтому в общем-то многие вещи он воспринимал чисто поязычески буду исполнять закон Моисеев но лучше подальше от храма стоять находиться как бы что неправильно не сделать и случайно под божий гнев не попасть но это он совмещал как говорится с другими совершенно неблаговидными поступками во внутренней части храма находился жертвенник здесь же располагались хоры левитов которые воспевали псалмы во время богослужения вот эти ступени которые ведут к воротам это вот те самые ступени на которых исполнялись псалмы вот у нас есть псалмы степенные или песни восхождения которые мы с вами в кофизмах читаем вот эти самые степенные псалмы пелись когда левиты и священники поднимались в храм для богослужения непосредственно здесь находилось и медное море вот когда-то во времена соломона ну а во времена нового завета конечно большое количество жертвных животных приносили сюда уже подготовленными на самом деле существовала целая технология такой знаете как бы целый конверт жертвоприношений люди далеко в это время не сами приносили жертвы каждый там нес что ему заблагорассудится паслись огромные стада храмовых овец допустим там отдельные были голубятни в которых вот этих вот горлиц разводили для жертвоприношений соблюдая закон чтобы все было чисто ритуально и правильно в соответствии с законом Моисеев человек переходя к храму значит просто выносил пожертвования ему давали такую табличку сейчас найдены на археологических раскопах таблички с подписями карван карван означает жертва да и он мог быть уверен что значит правильно обученные люди левиты возьмут и соответствующую жертву через специальные входы вот они довольно хорошо видны западной стороны там значит есть соответствующие пароходы и ворота вот их их несколько сохранилось придут и принесут жертву так как нужно да поскольку в Иерусалим приходили миллионы паломников это все было вот так вот скажем так технологизировано поэтому никаких там толп людей в обнимку с овцами в эти времена туда уже не приходило вот а левитые священники вот таким непрестанным конвиром приносили бесконечные жертвы уверенные полностью что они совершенно правильно Богу служат кстати говоря в иудийской войне Иосифа Флавия описывается уверенные в том что им ничего не будет и храм не может быть разрушен и жертва не может быть осквернен во время осады даже уже во время штурма храмовой горы войсками Тита левитые священники продолжали приносить жертвы их собственно говоря убили прям непосредственно около этого жертвенника как говорит Иосиф Флавий Тит не хотел храм сжигать наверное превратил бы в какой-то языческий наверное храм Юпитера как позже кстати говоря произошло вот с этим местом здесь был построен языческий храм Юпитера Капитолийского вот но кто-то из воинов бросил факел в хранилище древесины и масла страшный пожар уничтожил весь этот храм так что он не просто сгорел а видимо взорвался потому что фрагменты вот этой вот великолепной облицовки сейчас находят аж в километре от храма видимо они туда были заброшены просто после этого пожара совершенно чудовищного и уничтожил этот шедевр можно сказать храмовой архитектуры ставший тем не менее местом где мера запустения вот там где как раз не должен внутренняя часть храма времен Ирода не отличалась от того что было в древности собственно говоря ну во многом она воспроизводила модель храма Соломона внутри находилась находились столопредложения и 10 семисвечников по 5 с каждой стороны на самом деле как выглядел семисвечник мы с вами можем узнать по изображению семисвечника сохранившегося на арке Тита в Риме непосредственно арка дошла до нас ну довольно сохранном виде и вот в внутренней части изображается с двух сторон трюм Тита вот сам Тит следует да и несут в том числе различные храмовые сосуды они видны вот медный шафар столопредложения и семисвечник как раз один из тех золотых семисвечников которые сохранились видимо были неповреждены в результате пожара то есть их успели вытащить из храма во время его ограбления да этот семисвечник ну видно что он достаточно поздний почему потому что на его основании изображены какие-то животные знаете вот ну типа зодиакальных таких какие-то вот изображения животных они видимо тогда поскольку ну римляне точно скопировали то что было то есть у них не было причин как говорится дополнительно как-то что-то украшать вот тем более скорее всего скульптор имел этот трофей перед своими глазами то есть он временно на тот момент находился ну вот воспроизвели то что было то есть в родианскую эпоху такого рода изображения считались допустимыми внутренность храма была великолепно украшена то есть было святое святое святых святой святых конечно было устроено просто там собственно была скала и не было ничего почему потому что ковчег завета был когда-то похищен войсками на ухо доносора и исчез в Вавилоне вместе с другими сосудами дома господня господня ну вот они упоминаются ухо то есть ковчег и ухо и ухо и ухо и ухо и ухо и ухо ничего с нами не произойдет порок обличает иудеев говоря идите посмотрите на место в селоми там где был ковчег да что с ним случилось еще до построения русским храма святилище в селоме было сожжено и ковчег был захвачен то есть с вами может произойти то же самое ну вот собственно говоря это и случилось во втором храме во времена Зарававеля как мы знаем ковчега не было вместо ковчега стояла золотая тарелка которую первосвященник раз в год входя в святой храмах кропил искупительной кровью да в какой день день емкий постный день в день покаяния и сокрушения в котором приносили жертвы за грехи всего народа ну и первосвященник вначале приносил жертву за самого себя то есть там стоял какой-то вот такой сосуд в святой святых по сохранившемуся описанию Иосиф Лавик кстати об этом пишет зашел по дороге и во время своего марша Александр Македонский был поражен тем что оно пустое то есть в нем нету ни изображений ни идолов ничего на него это произвело большое впечатление он не стал храм это трогать и как мы знаем с уедеями он не был во вражде поэтому храм не тронул но таким вот образом он до 70-го года и простоял пустым понятно дело что смысл этого храма был повторю как уже говорил во встрече Господа Иисуса Христа на него не сошла благодать в виде облака как на храм Соломонов как это описано в книге царства почему потому что благодать у него была опрессина Девой Марии при вхождении в храм и самим Господом который туда пришел приходил неоднократно молился интересно что на горе Илеон вот есть уступ который мы знаем под названием Гефсиманского сада Гефсимания это место Господь любил приходить туда и молиться в одиночестве вы знаете я несколько раз довольно внимательно исследовал место предполагаемого Гефсиманского сада вот тот который сейчас показывают ниже гораздо там где достаточно древние оливки они древние но не очень древние не времен Господа Иисуса Христа они более поздние в лучшем случае они 4 века почему потому что все оливки вообще все деревья подчистую войска Тита вырубили осаждая Иерусалим в 70-м году они были использованы как для осадных сооружений так и для крестов на которых потом распинали иудеев источники передают нам что вся дорога от Иерусалима до Кесарии была уставлена с крестами с распятыми иудеями и вал насыпанный войсками Тита вокруг Иерусалима тоже был уставлен этими крестами таким вот образом злодеяние иудеев обернулось против них Иерусалим был окружен крестами как бы в невольную память распятого на кресте Господа Иисуса Христа вся Иллионская гора гора оливок вот после Римской осады была практически лысой и вновь засажена оливками только уже в 19 веке когда разрешили христианским миссиям покупать там землю и вот католические монастыри и русские монастыри кстати говоря в том числе они все совершенно зеленые оливками покрыты вот поэтому оливки которые у католиков на территории их Гефсиманского храма я полагаю ну они древние конечно но никак не ранее 4 века вот иначе бы они просто не сохранились а вот вот этот уступ который в нашем Гефсиманском монастыре располагается около интереснейшего места во-первых если посмотреть с него на сам храм то есть видно на одном уровне с храмом и тогда становится понятным почему вот именно Господь сюда приходил он приходил помолиться напротив храма только вдали от храмовой суеты в тишине он приходил для того чтобы спокойно иногда вместе с апостолами посвятить время молитве Отцу Небесному и подать нам с вами пример молитвы ну и собственно говоря в последнюю ночь перед взятием арестом Господь именно здесь напротив входа в храм то есть это с запада от храма с востока простите от храма располагается место последние часы и провел на территории русского монастыря есть интереснейшие еще фрагменты интереснейшего сооружения оно растекается более поздней могилой вот этот вход и сохранилась лестница значит что это за лестница эта лестница вероятнее всего остаток от целого комплекса который находился на этом месте дело в том что на Еленской горе судя по описанию Иосифа Флавия по описанию Талмуда находился жертвенник на котором приносили в жертву вот ту самую красную телицу здесь на реконструкции посмотрите она возложена на дрова значит вот этого жертвенника через долину потока Кедрон шел такой вот виадук да здесь примерно на реконструкции изображена вот эта вот аркатура да и как раз она ввела непосредственно в храм то есть красную телицу нужно было получив определенный сигнал в начале жертвоприношения видите столб дыма восходит от жертвенника это ладан сжигается опять же под описанием Талмуда дым поднимался ровно вверх чуть ли не на километр высоты вот и используя этот сигнал значит священник начинал жертвоприношение телица красная сжигалась пепел ее смешивался с водой и сначала левиты а потом и все молящиеся должны были быть этой водой окреплены таким образом совершалось освящение перед началом жертвоприношения об окружении храма вот с чего я собственно говоря лекцию начинал да почему и надпись висит при входе на храмовую гору в настоящий момент арминант напоминает поскольку красные телица не приносятся в жертву и восходящие на платформу люди не могут быть освящены иудеям туда вход парадоксальным образом запрещен они все время ждут возможности принесения жертв правда между самими иудеями есть спор сначала будет освящен заново и построен третий храм и после этого придет Машеях Мессии или сначала наоборот Машеях Мессии должен прийти и тогда он восстановит третий храм значит вот когда это может произойти и как правильно есть кажется такие вот толкования в каком-то смысле противоположные однако очевидно что все они относятся к эссадологическим временам построение третьего храма возможно только в случае разрушения мечети купол скалы кубота сахара что вызовет очевидно какую-то страшную войну противостояние со всем исламским миром сейчас это невозможно вот когда это осуществится очевидно мы с вами увидим если доживем в предэссадологические времена но тем не менее у иудеев есть уверенность что третий храм будет построен именно на этом месте ну а о том как выглядел непосредственно уже храм Соломона и на основании каких археологических данных мы можем его представить а также как выглядел дворец Соломона и дворец среда Давида мы с вами поговорим в следующей лекции внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео на сайте до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...